ПОТАПИНКА БУДЕТ ПОТАПИНКА БУДЕТ В четырех регионах не закупили около трети препаратов. Первые проблемы с инсулином начались в конце прошлого года. Об этом рассказали общероссийской лиги пациентов. Тогда представители организации вызвали следователя, чтобы достать инсулин для одной пациентки в Краснодарском крае, которой отказывали в препарате несколько месяцев. Средства выбили с боем, отметили в лиге. В организации назвали этот случай показателем проблем с лекарственным обеспечением в стране. По данным лиги, сообщения о проблемах с препаратом поступают из разных регионов, среди которых Московская область, Крым и другие. По данным лиги, жителям Кемеровской области уже около года приходится ездить за инсулином в Новосибирск. В Туле перестали оттоваривать рецепты, из-за чего приходится покупать ликорство самим. Одна пачка стоит от 40 до 80 долларов. Да. Ну и самые разные сообщения пишут наши слушатели. Мне 33 года, диабет первого типа, город Пермин. Сулин по региональной льготе вчера получила без проблем. Следуем, тесть инвалид второй группы. Импортный бердуал заменяют аналогом, который не дает такого эффекта, как импортный препарат. Мы почитаем еще ваше сообщение, друзья. Звоните в прямой эфир на 730-101, а на связи со студией Серебряного Дождя генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Насколько проблема локально, глобально, ну или так, незначительные, как говорится, перебои, которые будут Минздравом быстро устранены? Вы знаете, проблема не только глобальна, но она и системна. Дело в том, что препараты есть. Компания не выходит на закупки из-за того, что так называемая начальная максимальная цена контракта, она порой в разы ниже себестоимости. То есть для того, чтобы участвовать в торгах, вы должны нести убытки. Эта ситуация сложилась с начала года, и причина – это так называемый 781-й приказ Минздрава. Когда появились первые симптомы, вот это, на это обратил внимание Народный фронт. И уже тогда нас лепить в колокола. Ну вот спустя полгода приказ отменили, но на его место сейчас готовят другой. Есть два варианта этого приказа, два проекта. Один, который предлагает Минздрав, который, на мой взгляд, принципиально не решит этот вопрос. То есть там несколько сдвинулось к цели полотяния. Основная задача, которую чиновники Минздрава ставят внутри этого приказа, это обезопасить заказчиков от правоохранительных органов при проверках. Второй вариант, который предлагают как раз и Народный фронт, и институт закупок, там принципиальная разница в том, чтобы за основу при старте торгов брать не минимальную цену предыдущих контрактов, а среднюю референтную по рынку. Тогда компаниям будет куда падать, потому что складывается ситуация, что сегодня базируется все на самой низкой цене предыдущего года. То есть не учитывается ни инфляция, ни рост цен, и так далее. Ну понятно, никто в убыток работать не будет. А что мешает поменять методику? Ну я вам только что сказал. Меняет, мешает точнее, цели полагания. Во главу угла ставят сегодня у чиновников обезопасить заказчиков от проверок правоохранительных органов. Нет, это я понял как методологию. А вот что мешает, что нужно сделать в голове чиновника, чтобы принять вот эту среднюю референтную, или среднюю, я бы назвал ее среднерыночную цену, просто это в приказ внести, что, например, с такого-то числа мы отталкиваемся, стартовая цена аукциона начинается со среднерыночной, которую, например, выдает какое-нибудь маркетинговое агентство, или 2-3 маркетинговых агентства, на основании сравнения, там, 3-5-10 производителей. Вот такая формулировка приказа. Ну, маркетинговые агентства и данные государственные структуры не учитывают, потому что это частная компания, и, в общем, их данные не являются официальными. А, понятно. Это первый момент. А второй момент, здесь на самом деле сложилась ситуация презумпции виновности. То есть, когда приходит, ну, там, либо ФАС, либо правоохранительные органы проверять закупки, то, фактически, чиновник-заказчик, он должен доказать, что он вот эту цену назначил, не имея в голове никаких мыслей, чтобы на этом заработать. И вот мы разговаривали с чиновниками на разных уровнях. Они говорят, порой мы, назначая вот эту низкую цену, заранее понимаем, что торги не состоятся. Но мы не можем сделать ничего по-другому. Ну, как только мы цену поднимем, мы, ну, попадаем вот в зону риска. Ну, понятно. Ну, то есть, они идут просто по слепой методике, которая не учитывает вообще никаких реальностей. Да. Экономики здесь нет. Да тут и логики-то нет, мягко говоря. Тут ничего нет. Тут есть исполнение... Нет, здесь есть страх. Ну, страх, зашитый в стандарте, который сами же чиновники сформировали, просто чуть более высокого уровня. Вот и все. Понятно. Спасибо. Все-таки мой рациональный разум как-то отключается в эти секунды. То есть, ну, вот это теория и практика систем. Когда система при достижении определенного количества акторов в субъекте... Это звучит как дичь, Дим. Не. Теория систем есть... Это действительно в механистических системах. Если сейчас, например, уничтожить в этой системе пациента, система все равно будет производить бумаги, и им будет все хорошо. И они будут получать деньги, потому что они никоим образом от пациента не зависят. Они не зависят от налогов. Они, сколько бы они ни говорили, они живут не на налоги. Они живут на ренту. На ренту с земли. Все. Если бы они жили на ренту, условно говоря, с налогов, тогда бы они по-другому бы и действовали. Друзья, мы ждем ваших звонков, мы ждем ваших сообщений. Сталкивались ли вы, ваши знакомые или родственники, с нехваткой инсулина в последний, например, год? Или других лекарств, которые положены вам по закону. Алла пишет, живем в котельниках Московской области, полтора километра от Москвы. У мужа диабет второго типа. Лекарств и полосок практически никогда нет. После жалобы в департамент здравоохранения один месяц все выдают. Потом снова ничего нет. В этом году прикрепились к московской поликлинике. Теперь лекарства нам вообще не положено. Говорят, прикрепляйтесь обратно по месту прописки. В общем, лекарства, что раньше, что сейчас, покупаем за свои деньги. 730-101, телефон прямого эфира. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире, да? Да, конечно. Меня зовут Александр, я звоню из Москвы. Удивительно, что дозвонился второй раз. Я вчера звонил по поводу онкологов. Сегодня я хотел Дмитрию рассказать по поводу врачей в регионах. Которые могут якобы пойти, если хороший врач куда-то устроится. Но на самом деле это такая история. Я работал в регионе хирургом. Шесть лет. Ну, представьте, такая ситуация. Ну, небольшой город, ну, допустим, я работал в более таком крупном городе. Ну, это не важно. Вот отделение хирургии, да? Три врача работают, еще есть ставка, допустим, джеранская. Вот, получается, уже как бы какая-то есть сверхнагрузка. Вот Иван, ну, я работал, сейчас скажу, в 2005 году, последний год. Вот. У меня была зарплата 10 тысяч рублей. Я 32 часа работал, 8 отдыхал каждый день. Вот. Вот, допустим, с тобой коллега Иван Иванович, ну, он такой уже на пределе возможностей находится. Вот. Вот. И говорит, а я уеду там, на север, там зарплата больше. И Иван Иванович уезжает на север, потому что там зарплата больше. Кто придет в такую клинику хирургов, особо нету. Ну, не в деревню или там в районный центр, никто никуда не приедет. ЦРБ там, это вообще глухая история. Вот. Остается два врача. На них нагрузка распределяется, плюс сверхнагрузка, плюс нагрузка Ивана Ивановича. Вот. Зарплата при этом, она, ну, не увеличивается. Есть порог там увеличения зарплаты. То есть, как было 10 тысяч, так и будет 10 тысяч. Вот. Ну, условно. Какая история происходит? Алло? Да, 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 мы ослышали вас. Спасибо. Спасибо огромное. И спасибо за этот подробный рассказ. Боже, это, конечно... Ну, да. Вот в такие моменты, ты знаешь, резко заканчиваются все цензурные слова. Они хоть и заканчиваются, но при этом, понимаешь, опять-таки... Не хочется говорить, на выбор ходили. Я понимаю, что мы в это все не верим. Я во много чего не верю. И в Деда Мороза не верю. И во все остальное. Но, правда, вот если не менять систему... Понимаете, система управления начинается вот с этого мелкого. Да, действительно, мелкого. Вот оно кажется, что не имеет отношения. Оно имеет прямейшее отношение. Прямо при-мей-ше-е. Потому что вот сидит где-нибудь вот этот кувшинное рыло и издает эти приказы, указы. И он не считает никакую рыночную цену. Ну, это же вот этот кувшинное рыло, как говорили в Фондорине. Оно же... Это обычный гражданин. Он... У него две руки, две ноги. Мама, папа у него есть. У него дети есть. И он тоже сидит вот в этой маленькой своей чиновничьей логике. Но он понимает, что его оттуда никак не сковырнет. И никто его оттуда не сковырнет. Потому что поставил его какой-нибудь начальник Минздрава, которого выбрал другой начальник. А этого начальника мы выбирали или назначали. Пишет нам с Урала. Проблемы с инсулином в нашей семье начались еще с первым пакетом санкций. Отец на инсулине уже давно работал на погонной госслужбе. Получал шикарный австралийский инсулин. Но после Крым нашего, через месяц-другой перевели на русский аналог. Итог. Сахарная кома. Через пару дней уколов. Скорая, пару недель больница. Привыкание к новому инсулину. Сейчас все тот же отечественный инсулин. Раз в 2-3 месяца разные тест-полоски к разным аппаратам. Сейчас имеем 6 аппаратов для замера сахара. Через Авито продали 3 уже. На связи с нами человек, которому постоянно требуется инсулин. И с которым мы как раз обсудим юридические нюансы, юридические сложности получения инсулина. Алин, доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Да, Алин, расскажите нам, пожалуйста, вообще какая сейчас вообще вот эта вот процедура юридическая получения инсулина? Ну, смотрите, я столкнулась с диабетом в 12-м году. И первый год было вроде бы все не так уж плохо. Юридически, ну, вас кладут в больницу, вам пишут врачи заболевания. Потом вас отправляют в поликлинику, вы оформляете документы. Ну, и в конце концов оформляется льгота. Но есть инвалиды, а есть неинвалиды. Вот. И, например, льгота региональная у людей, которые еще не получили инвалидность, например, я. И таким образом очень забавный момент. Вот, например, я выросла, я переехала, я работаю, у меня есть регистрация в Петербурге. Но я не могу получать инвалидность в Петербурге. Почему? Потому что моя льгота региональная, и она действует только в моем родном городе Курске. Вот. Ну, потому что финансирование у нас разровненное, и оно идет вот исключительно на город Курск. Так, подождите, то есть переоформить эту льготу мы не можем? Ну, если у меня будет прописка. Но не все могут позволить себе сразу купить квартиру или где-то прописаться у кого-то. Поэтому вот приходится ездить не инсулин каждые два месяца, то есть получать инсулин каждые два месяца. Но, к сожалению, так часто ездить в Курск не получается, поэтому, ну, как-то приходится выходить из положения. То покупать инсулин, то обмениваться с кем-нибудь. Ну, в диабетике они вообще общаются друг с другом довольно активно. Ну, у вас вариантов, я так понимаю, нет. Не будете общаться, помереть можно, извините за банальность. Да, Алина, а то, что вот касается новостей, которые мы обсуждаем, это то, что вот начались перебои. Нам рассказывают о том СМИ, что вот проблема жесткая в Саратовской области, в Дагестане, Псковской области и еще в 24 регионах. Вы сталкивались вот с этой проблемой лично? Я сталкивалась в 2013 году, вот довольно-таки сильно. Сейчас я делаю как? Я же приезжаю, я все это планирую, я заранее узнаю, есть ли в аптеках инсулин, и только тогда приезжаю. К сожалению, я получаю реже, чем мне надо, поэтому, ну, как бы в любом случае, мне везет, я попадаю еще инсулином. Перебоев больших нет, но мне никогда не выдавали тест-полоски, иглы и другие необходимые по законодательству вещи, только инсулин. То есть, каким-то другим людям, например, иногда выписывают полоски, но в недостаточных количествах. Я не получала никогда ни разу в жизни, к сожалению, можно получить только, если ты умеешь скандалить, писать в прокуратуру, ну, вот какие-то такие вещи. То есть, к сожалению, закон вообще никак не реализуется этот у нас в нормальном порядке. Чтобы больному выжить, надо быть крайне изворотливым, судя по всему. Ну, да, да, сначала писать заявление главному врачу в поликлинике, потом, если он не ответит, писать в прокуратуру, потом, если суд будет, и он постановит, что, ну, да, ребят, надо давать полоски, любим, то, да, можно сделать так. Спасибо. Да, Алина, огромное спасибо, что согласились с нами пообщаться. Друзья, 730-101, телефон прямого эфира «Серебряного дождя» и плюс 7903-797-6333. Ватсап нам пишут, в мытищах проблема инсулина стоит уже года 4, он вроде как есть, но одного вида, который для половины населения не подходит из-за индивидуальных показаний. Проблему ставят на многих заседаниях перед администрацией города безрезультатно. И такая же проблема с онкопрепаратами. Ты знаешь фраза «хочешь жить, умей вертеться»? Заиграла новыми красками. Причем в физическом смысле. Спасибо нашим чиновникам от Минздрава, что вы сделали такую систему, что наш больной становится и юристом, и курьером, и просто приобретает массу новых специальностей. И вместо того, чтобы производить какой-то продукт на основной своей работе, он попросту говоря старается... Занят выживанием это называется. Выживанием, да. Еще умудряются как-то зарабатывать на это выживание денег. Еще почему-то вам платят налоги, на которые вы, собственно говоря, дорогие начальнички, существуете. Может, вы тогда, раз такую систему придумали, не будете с больных квартплату брать, налоги не будете брать, и с них НДС не будет в магазинах вычитаться. Ну, раз уж, как говорится, чтобы зеркальненько так систему-то отработать, и все б стало бы на свои места. 730, 101. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Да-да-да, в прямом эфире. Здравствуйте. Я вам занюю из Екатеринбурга. Меня зовут Артем. Я хотел бы две интересных еще проблемы открыть. Давайте. Первая проблема — это проблема постоянного образования. У нас в советских времен сложилось так, что мы постепенно приняли для себя модель западноевропейской медицины. Ну, как бы доказательное то, что сегодня называется. Но в Советском Союзе эта модель, она воспройдилась так, что все делали так, как делали до них, либо как делали старшие коллеги, там, профессора, доктора наук. Сейчас, дальше, после того, как у нас Союз развалился, к сожалению, эта модель такая патернаристская осталась, но модель доказательной медицины в институте не преподают. И поэтому обычным врачам, которым требуется постоянное образование, так как постоянно появляются новые знания о болезнях, о препаратах, им надо где-то получать эту информацию. Есть проблема, что, во-первых, кто-то вообще ее не получает, а часть врачей получает ее, например, от фармфирм. А там уже вопрос такой очень тонкий, потому что фармфирма — это бизнес и медицина. И это зависит от честности фармфирмы, кто какую информацию получает, как ее трактует. Здесь тоже определенная проблема. И дальше мы получаем какое-то поколение непонятных людей с непонятными знаниями, не спандартизованными по одному и тому же заболеванию. И вы не можете спросить у врача, почему, слушайте, вы меня так лечите. То есть, почему он так лечит — это большой вопрос из поликлиники к поликлинику. Это еще мы говорим про центральные города. Я не знаю про регион. Я как бы сам врач. А вторая еще большая проблема, и почему так долго в медицине все меняется, потому что нас, по сути, никто не защищает. Вот сейчас идет ряд там протестов, да, например, актеры защищают там актера. До этого журналисты защищали журналистов. Врачей не защищает никто и никогда не выйдет никого защищать. Ну, то есть, изверх стоящих, потому что люди дорываются до туда, забывают про практическую медицину напрочь, ну, и занимаются какими-то своими делами. И поэтому вот тут была надежда на тагильских врачей, которые вроде бы, да, сделали классный шаг. Я очень надеялся, что они доведут до конца, но к ним приехали и их тормознули. То есть, они не уволились, они не дали этой проблеме перейти в чрезвычайную ситуацию. Скажите, а у вас нет ощущения, что мы сейчас вот постепенно, постепенно все-таки подходим к тому, что выйдут и за врачей, выйдут и врачи? Потому что, смотрите, началось с Тагила. Сейчас вот эти вот истории в онкоцентре Блохина. Потом мы вот буквально несколько минут назад рассказывали про то, что увольняются врачи-неанатологи, все вместе в 6-й больнице города Перми. Может быть, это все-таки уже какие-то подвижки в сторону как раз вот организованного гражданского общества? Вот вы говорите правильную вещь по поводу организованного. Нам-то нужен человек с четкой декларацией каких-то требований и, то есть, вариантов решения проблемы. Мы же не можем просто выискать, нас не устраивает. Хорошо, он нас спросит, а что вы хотите? Нам надо четко сформулировать, что мы хотим. То есть, в этом тоже проблема. Это понятно, но этого условного лидера вы можете только выработать внутри своей среды. Да, в своей среде. Со своей стороны мы можем вам только сказать следующее, что обращение общее. Господа полицейские, врачи, учителя, любые там... Да, вам спасибо огромное за звонок. Мы эту тему по идее... Мы тему формирования гражданского общества, волею судеб. Вот с Дарьей Санной уже, как говорится, эту вагонетку в течение года как минимум толкаем. Дарья Санна толкает ее дольше. Вот. Да еще до моего прихода. Вот. Поэтому мы-то эту тему... Потому что мы искренне считаем, что да, полицейские должны сорганизовываться. Да-да, те самые, кого... Росгвардии должны сорганизовываться. Конечно. Федеральные службы безопасности, все эти люди, когда их ущемляют, их права, должны самоорганизовываться. Мы со своей слабой стороны сможем вам помочь, как говорится, найти контакты вот в прямом эфире других людей, ну и осветить все стороны медали, как за, так и против. Вот и все. Из Новочеркасска пишет нам Михаил. Добрый день. В семье диабетик. Все точно так, как говорит девушка. Добиться расходников можно только через скандалы, жалобы и угрозы обращения в прокуратуру. Ситуация эта отвратительная. Тем временем есть и счастливчики, пишет нам. В мае получал... Дай бог им здоровья, кстати. Да, в мае получал препарат по региональной льготе. Проблем не было, но там и цена небольшая, 5 тысяч на полгода. И твой комментарий по поводу того, что у нас главный принцип для любого больного человека — хочешь жить, умей вертеться. Пишет нам, окей, для больного хочешь жить, умей вертеться. А если очень больной, если лежит, так это что в нашем государстве? Ложись и помирай? Да, это лежать в сторону, как говорится, цели. Нет, это действительно плохая фраза, которая играет совершенно неправильными красками. Нельзя делать так, чтобы человек, который изначально, что онкобольной, что диабетик, чтобы он прилагал усилия иные, кроме лечения собственной болезни. Он не должен никуда жаловаться. Он должен это получать, потому что, извините за банальность, он уже заплатил. Да-да, у него 40% снимали, у вас у каждого 40% отнимают вашего дохода с вашего первого выхода на работу. 40% — это огромнейшие деньги. И за это государство, это, еще раз говорю, набор услуг, это сервисные функции. Но если вам государство это не оказывает, то, наверное, имеет смысл как-то предлагать другие альтернативы. Например, говорить, давайте пусть будет частная медицина нас обслуживать, но она будет конкурентной, и, соответственно, эта частная медицина мы будем сами решать, платить им или не платить. А налоги все отдайте нам в карман. Еще одна новость, друзья, которую хотелось бы обсудить вместе с вами. Я помню, что тема была горячая, как только появился законопроект еще на обсуждение вышел. Напомню, что с 1 октября этого года в России запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. То есть это означает, что хостелы, мини-отели и апартаменты, это важный нюанс, которые расположены в жилом фонде, должны с 1 октября закрыться. Уже закрылись, фактически. Да, но только проблема в том, что выяснилось, что вопреки запрету хостела, например, до сих пор доступны для бронирования. И это, во-первых, друзья, если вы живете в доме, в котором, например, есть хостел, а я помню, что среди наших слушателей было таких довольно много, работает этот хостел с 1 октября или не работает и закрылся, напишите нам, пожалуйста. А, во-вторых, ты знаешь, вот этот вот нюанс со сдачей апартаментов, я уверена, что среди наших слушателей есть много тех, кто сдает через тот же букинг, например. Как вы сейчас себя чувствуете? 730-101 плюс 7903-797-6333. Кстати говоря, эту тему в том числе с адвокатом мы тоже обсудим. Оставайтесь под серебряным дождем. Потапенко будет. Так, доброе утро. Хостелы в жилых домах, вопреки запрету, оказались доступны для бронирования. Вопрос. Хостел плохо или хорошо? 903-797-6333. Позиция номер один. Ну, в целом бизнес имеет право зарабатывать, недорогое размещение. Все корректно. До определенного момента. А если там, по сути дела, бомжатник организуется? 903-797-6333. Поэтому пишите ваше мнение, как вы считаете, каким образом должно функционировать это подразделение. Или оно вообще не должно существовать, как таковое. Вот хостелы должны быть закрыты. И вот действительно требования властей сейчас правильные. Потому что это должно быть отдельно стоящее, судя по всему, помещение с отдельным входом. Что, на мой взгляд, вообще недостижимо ни при каких обстоятельствах. Но хостел во всех странах мира, ну, не знаю. Я останавливался несколько раз в хостелах. Обычно это всегда в центре. И да, это бывшие квартиры. Большие квартиры, переделанные. Очень удобно. Особенно если тебе нужно перекантоваться буквально там пару-тройку часов. Гостиница там непонятно где. Или там размещение умопомрачительных каких-то денег. Хостел просто бросить вещи. Поспать пару часов и пойти дальше гулять. Идеальный вариант. Стоит 10 евро в странах Европы. Много вопросов у наших слушателей. В том числе, как быть тем людям, для которых это был бизнес. И которые, например, не мешали жильцам. И как теперь действовать по новому закону. Это один тип вопросов. Сдохнуть. Другой тип вопросов. Как может случиться. Как случилось так, что закон есть. Но при этом хостелы продолжают работать. Вот все эти вопросы мы приадресуем нашему эксперту. На связи со студией Наталья Петровская. Адвокат. Член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья. Наталья, доброе утро. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Ну, тут ведущий, наверное, сказал, что всем сдохнуть. Ну, это моя фраза. Вам ее, по крайней мере, не надо теперь произносить. Вам проще. Хорошо. Значит, что я могу сказать? Почему такой закон принят? Я не знаю, почему он принят. Почему? В каждых странах свои порядки. Есть огромное количество стран, где хостелы, многоквартины в наших домах. Существуют какие-то другие правила. Например, спрашивают соседей, там, собрания какие-то проводят. Но каждая страна, она суверенна, она свои законы принимает. Вот в нашей стране Дума приняла вот такой закон. То есть теперь в жилых помещениях. А жилые помещения – это не только квартиры на квартирных домах, но это еще индивидуальные жилые дома. То есть это «Здравствуй, Крым!», «Здравствуй, Кавказ!». Значит, теперь в них не может быть никаких гостиниц. Что такое гостиница у нас определено специальным постановлением правительства Российской Федерации. И хостел – это вид гостиницы. То есть теперь в жилых помещениях никаких их быть не может, увы, с 1 октября. Почему они еще работают, но закон ввели, еще не все пристроились. Кто-то уже закрылся, но о нем есть информация. Кто-то не закрылся, потому что не хочет закрываться, потому что он взял в аренду помещение, еще деньги не отбил, потом к нему придут, его все равно закроют. К сожалению для меня, может быть, если это ночлежка, то, к счастью, для соседей. Но ночлежки и хостел – это разные вещи. И мне кажется, это очень неправильно, что их приравняли в последние годы у нас в прессе, потому что существует действительно огромное количество абсолютно каких-то безобразных вонючих ночлежков. И ночлежек или помещения, в которых живут без нормальных бытовых условий трудовые мигранты, хостел – это не имеет никакого отношения. Но и смешали, что получилось, что то получилось. Теперь что делать владельцам этих огромных квартир, особенно в Москве и в Питере, которые расселили коммуналки, которые сделали там прекрасные ремонты и которые там брали юристов. Если это был хостел, то ничего им сделать нельзя. Хостел надо просто закрыть, потому что это гостиничные услуги, гостиничные услуги, гостиницы запрещены. Но квартира есть, использовать это проживание можно. По договору найма использовать квартиру можно. Это гражданский кодекс, этого никто не запрещал. Поэтому собственник теоретически, если у него будет закрыта гостиница, которая там была, а гостиница – это целый перечень требований и условий, то он теоретически свои-то комнаты сдавать может. Никто не может ему запретить. Это другой вид бизнеса. Это другие требования и к договору, и к видам деятельности. Это, слава богу, у нас успел внести, наш регулятор успел внести изменения в АКВЭДы, потому что когда виды деятельности запрещают или ограничивают, то их разделяют по классификатору, по АКВЭДу. И у нас в гостинице – это АКВЭД-1, а вот сдать в наем собственного жилья, в том числе как косрочного, это АКВЭД другой, долгосрочного – это АКВЭД третий. То есть для туристов, которые не просто бросить рюкзак и за 10 евро переночевать ночь, для них, конечно, это очень печальные новости. Хотя я хочу сказать, что АКВЭД обсуждался давно, и хостелы в нежилых помещениях тоже появились. В Москве они есть, в Питере их есть меньше, конечно, но они есть. Но тем, кто снимал комнату целиком, то я думаю, что сейчас на рынок туристический у нас будет, через какое-то время люди поймут, одумаются, пересмотрят. И вот эти прекрасные, совершенно расселенные, огромные квартиры с прекрасным ремонтом, комнаты, я думаю, там выйдут на рынок по договорам найма. Там немножко будет грустнее для туристов, потому что они не могут… Договор гостиничный – это публичный. Нравишься ты хозяину, и не нравишься, тебя все равно поселить. Договор найма частно правовой. То есть если ты хозяину не нравишься, тебя могут не поселить. Но, тем не менее, по договорам найма комнаты сдаваться, я думаю, будут. Это не запрещено, это не лазейка, как все пытаются представить. Просто другой сорт яблок, другой вид бизнеса. Понятно, спасибо. Спасибо огромное, Наталья Петровская, адвокат, член правления Лиги Малых Отелей, Хостелов и Туристического Жилья, была на связи со студией «Серебряного дождя». Но теперь, Дима, слушай, я так понимаю, что исходя из слов нашего эксперта, у нас будет теперь как с этого года, или с прошлого, по-моему, года стало, уж простите, в том же Таиланде. Потому что мы вот в этом году ездили, мы снимали квартиру, кондик. И первое, что нам сказали ребята, у которых в управлении находится эта квартира, что, ребята, теперь по закону мы всех жильцов обязаны регистрировать. То есть тебе дают на месяц, грубо говоря, прописку в Паттайе, по сути. То есть первое, что делать, это берутся паспорта и чешутся в отделение полиции. В буржине, нет, про буржине это про другое. Нет, я просто хотела спросить, насколько у нас в России простая эта процедура. Вот так, если ты, например, продолжаешь сдавать квартиру, ну вот, да, по комнатам, как вот сейчас сказала Наталья. Ну, по комнатам. То есть теперь ты вынужден регистрировать, правильно, жильцов? Нет, подожди, не обязательно. Нет, подожди, мухи отдельно, котлеты отдельно. Договор аренды — это одна история, регистрация — это совершенно другая история. И здесь по хостелам-то они сделали следующее, что хостел должен быть в нежилом помещении раз, и, по-моему, у него должен быть отдельный вход. А это недостижимо как таковое. То есть это пройти эту, скажем, этот стандарт не просто невозможно, а совсем невозможно. Поэтому они закрываются. Вот и все. 730-101 плюс 7903-797-6333 номер нашего смс-портала. Друзья, вы поддерживаете ли этот закон? Я напомню, что с 1 октября запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. При этом пишет нам о том, что некоторые слушатели хостела продолжают работать. А особенно интересно мне было бы услышать в эфире владельцев этого бизнеса. Ну, вот пишет, например, Андрей из Краснодара. Хостел ужас, точка. Шашлыки на балконах. Таджики и прочие работяги, шныряющие туда-сюда. Грязь, мусор, пьянки. Студенты? Не лучше. Мусор на площадках, объедки на подоконниках, прокуренные лестничные клетки. Как-то даже кнопку от звонка украли. И это не где-нибудь, а в центре Краснодара, где метр жилья от 100 тысяч. Ну, в принципе, во-первых, то, что центр, это понятно. Хостелы вообще не в центре бессмысленны, как таковые. Андрей, если вы нам сможете написать, на ваш взгляд, а если не закрывать, то бишь, не выбрасывать, не выплескивать ребенка вместе с водой. Если, например, обязать владельцев хостелов свой бизнес, скажем так, узаканивать с владельцами соседних помещений, то бишь, вашего там подъезда, лестничные клетки, например, лестничные клетки сверху... Ну, как это, кстати, в Европе и происходит. Да. Сверху, например, ваша лестничная клетка и снизу. Ну, потому что чем пользуется, где можно произвести шум. Вот в этом некотором объеме. Ну, теоретически, еще, конечно, первый этаж можно загадить. Ну, вот хотя бы ограничимся пока вот этим кубом. Этаж сверху, ваш этаж, этаж снизу. На ваш взгляд, ты решила бы эту проблему? Мне кажется, что это одно из возможных решений, а не запрещать. Опять же, возвращаясь к тому же самому Таиланду, уж простите, мне кажется, здесь еще во многом вопрос организации самих жильцов. Ты, видимо, нас обидеть хочешь. Да, простите, но я еще раз повторяю. Это вопрос организации еще и самих жильцов. Вот, ты представляешь, здание там, 41 или 44 этажа, по 6 квартир самой разной величины на этаже, да, сколько там всего. Но на начальном этапе, когда, да, дом на заселении, на первом там каких-то собраниях, сразу были оговорены правила. Сдавать можно, но есть ряд правил, которые висят везде, о которых тебя предупреждают заселяющие, да, там, отсутствие шума, например, с 10 до 10. И вывесен там, знаешь, во всех лифтах. В бассейн в определенное время можно ходить. То есть везде, у тебя везде висят предупреждения, людей, которые сдают помещение, они обязаны тебя предупреждать об этих правилах, тебя знакомят со всеми штрафными санкциями. Но вот как нам пишут, считаю, правильно запретили хостелы в жилых домах. Если это бизнес, организуйте его так, чтобы он не мешал остальным жильцам. Живу на втором этаже над хостелом. Мусор жильцы из хостела выбрасывают или в окно, или в подъезд, шум, выходные. Кто там живет, спрашивают люди. Так вот вопрос, запрет это, на ваш взгляд, единственное возможное решение, вопрос именно к вам. Вы живете над хостелом, на ваш взгляд. Если бы хостел принадлежал вам, встаньте на другую сторону, так скажем, этой виртуальной баррикады. На мой взгляд, ее никогда нет, но тем не менее. Можно ли организовать бизнес таким образом, чтобы, как говорится, и людей обслуживать, и жильцам не мешать? На мой взгляд, можно. Ну, потому что я и жил, и в Европе это легко организуется. 730-101, у нас есть еще время для того, чтобы принимать ваши звонки. Доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Но я против самих хостелов, потому что в том виде, в котором они сейчас находятся, это недопустимо, потому что те, кто там живут, они никак не соблюдают порядок, чистоту. То есть им вообще все равно. То есть человек заселился там на два дня, и после него хоть там трава расти. А жильцы страдают. Страдают от того, что и шум, и беспорядок. А регулировать это, на мой взгляд, ну, в принципе, должны и владельцы бизнеса, но совместно с властями, наверное. То есть если, например, там участковому поступило, там, три жалобы, да, за последний, там, месяц от жильцов, то хостелы должны закрыть. Ну, как-то вот так, наверное, должно быть, регулироваться, да. То есть потому что, ну, то есть должен быть какой-то контроль. Вот. А у нас участковые, они и на жильцов никак не реагируют. То есть, например, если жалуются на людей, которые прописаны, там, как-то, да, в этом зоне, и это очень трудно как-то, ну, получить какую-то адекватную реакцию, там, если, например, там, жильцы, которые делают ремонт, да, они соблюдают режим тишины. Вот. И ты жалусь и не жалусь, ничего ты практически не сделаешь. Да, спасибо. В целом, понятна мысль. У меня есть знакомая, которая вызывала полицию к очень буйным соседям, которые мешали всему дому. Так вот, в итоге полиция пришла к ней с вопросом, фиг ли вы нас так часто вызываете? У меня вот Наталья Метлина, один из наших журналистов, стала депутатом Мосгордумы, и она сейчас выгребает квартиру, которая просто в муниципальном аренде. Так там все загажено. Друзья, мы продолжим. Потапенко будет. Доброе утро. Обсуждаем проблему, хотя проблемы никакой нет. Проблема хостелов. Вот, Екатерина, спасибо, что вы это написали. У нас нет хостела, но все равно все прокурено. Так что не в хостеле дело, а в культуре людей. Давайте запретим без культуре. А с другой стороны, Юля из Москвы пишет, никто бы не хотел, чтобы в его доме был хостел. Никто. Только отдельное здание. Вставать на сторону владельцев хостелов – это как вставать на сторону владельцев притонов. Как же? У них же бизнес. Нельзя – значит, нельзя. Очень правильное решение. Не понимаю, простите. Ну, тогда и квартиры сдавать нельзя. Ну, потому что распоряжаться машиной, собственно, нельзя. Потому что, например, машину я могу отдать человеку, который, может быть, кого-то собьет и даже, страшно сказать, дело убьет. Так что, запретить мне владеть машиной? Алексей из Москвы пишет. Здравствуйте. Запрет – это неспособность договариваться. Часто летаю в Питер, останавливаюсь в хостеле на Рубинштейна. Никакого шума, грязи, все прилично и культурно. Не знаю, в чем проблема. Давай успеем со слушателями пообщаться. Давай. 730-101. Доброе утро. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Эльвира, я звоню вам из Москвы. Слышим вас. У нас ситуация следующая была. У нас один крупный инвестор купил много квартир в подъезде, многоквартирных, и сдавал их под хостелы. Но мы информацию только в интернете эту увидели. То есть такого объявления, что там здесь хостел, такого у нас не было. То есть мы это сами все узнали. И когда мы пошли к полицейскому, к нашему участковому, он сказал, что он эту ситуацию знает, но предъявить он ничего не может, потому что данный гражданин, собственник квартир, он не имеет фактического проживания на территории Российской Федерации. То есть там, где прописка, у него просто ничего нет. А вот. Ну и, собственно, мы ничего так и сделать не смогли. А этот хостел вам мешал? Да, там что, грязь, шум? Был проходной двор, да, и также они вообще не участвовали в жизни подъезда. То есть все наши собрания там по поводу того, чтобы нанять консьержа или сделать генеральную уборку, это все было нами, ими проигнорировано. И какой-то призыв хотя бы помочь нам, он тоже был проигнорирован. Ну, то есть вот ты знаешь, спасибо огромное за звонок. Фактически прав наш слушатель Алексей, который написал, что это невозможность, просто неспособность договариваться. Это неспособность договариваться. Это неспособность действующие законы исполнять власти. Потому что не шуметь после, там, 23-х. Чистота. Все это есть в законах. Только это надо соблюдать. То есть, да, конечно, проще запретить хостелы, потому что это много мелких телодвижений. Денег с этого нет. И вот, понимаешь, но тогда нужно оставить только госкорпорации. А участковые, которые все это решают. Это вообще отдельная история, понимаешь? А ты говоришь, денег нет. Вот, понимаешь, тогда весь любой, ведь мелкий бизнес. Такая же ситуация по палаткам. Ведь почему палатки-то сносим? Потому что, конечно, когда красивый большой торговый центр, одна точка, все, запретим. Ну, простите, всех в торговый центр, например, производителей не засунем. Не сможет производитель ставить там даже маленькую палатку. Потому что себестоимость аренды и коммуникация высокая. Именно поэтому существуют прилавочные торговли. Существуют товаропроводящие цепочки для вот этого мелкого бизнеса. И хостел это тот самый мелкий бизнес. Ну, вот нам тоже, знаешь, об этом пишут. Жаль, что смешивают понятия хостела и ночлежка. А также жаль, что вместо регулирования создавил правила для создания правил. Конечно же, проще запретить. И дальнейшие отслеживания, конечно, да, это много мелких операций. Да, нужно часто будет, соответственно, где грязно. Ну, вот я рассказывал до перерыва, что, например, Наталья Метлина, она сейчас вычищает муниципальную квартиру. Люди немножко, скажем так, они арендуют, они сдвинутые головы, они такие плюшки, они все с помойки тащат. Ну, есть, да, это невроз. Это невроз, да. Они ничего, в подъезде тоже никто ничего сделать не может. И вот она сейчас, они пытаются что-то вытащить, но я могу сказать, что законом вы никаким образом этих плюшкиных не засадите. Друзья, мы еще будем не раз к этой теме возвращаться. Впереди у нас встреча с Андреем Юрьевичем Гавриловым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok